Все мы знаем, что песня «Грешная страсть» по праву является одной из лучших в репертуаре Димаша Кудайбергена. Ведь именно он предложил спеть эту восхитительную песню Димашу, что тот и сделал, подарив музыкальному произведению вторую жизнь. На новой волне с этой песней он произвел настоящий фурор. Впервые выступив на сцене конкурса молодых исполнителей, наш любимый артист сорвал бурные овации всего зала и звезд эстрады. Ему аплодировали стоя. Под аккомпанемент Байгали Серкибаева Димаш исполнил песню группы «А-студио «Грешная страсть». Димаш Кудайберген очень достойно поступил, поблагодарив создателя этой прекрасной песни и именно на казахском языке. Жаль только, что эти слова несколько утонули в шуме аплодисментов и поздравительной суматохи. Но все равно Байгали вышел к микрофону и с улыбкой ответил певцу. Думаю, ему было приятно такое внимание, а также то, что он вышел на сцену не просто как музыкант, а как композитор. Димаша Кудайбергена поздравила с днем рождения популярная российская певица Лариса Долина. Димаш, дорогой, с днем рождения! Я искренне восхищаюсь твоим талантом и бесконечно рада твоим успехам на Западе. Это большой прорыв, и ты достоин этого, как никто другой. Я желаю тебе и дальше подниматься вверх, чтобы оказаться на самой вершине Олимпа – здоровья и процветания, счастья, успехов и любви, без которой творчество невозможно. Друзья, особенно приятно, что Лариса Александровна достойно оценила талант певца и творчески подошла к поздравлению. Хор студентов Музыкальной Академии Ларисы Долиной исполнил мировой хит Димаша в своей обработке. Димаш, дорогой, с днем рождения! Не смогли, мы устали, нам очень трудно. Я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке или обидеть. Подожди, не спеши, не говори, что чувства будь один. Нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебедей. Подожди, не спеши. В разлуке боль сильней, любовь мою согрей. Любовь уставших лебедей. Димаш Кудайберген, воспользовавшись прекрасным поводом, рассказал о Зарине Бажаковой. Друзья, все вы знаете мою прекрасную бэк-вокалистку Зарину. Я всегда хотел, чтобы помимо работы с моей командой, она стала солисткой профессиональной группы. И это свершилось. Я считаю, что с такими большими профи, как группа Сэс энд Соу, находящаяся под руководством моего брата, талантливого Адильхана Толукпаева, и его невероятно талантливой супруги Ширын Базаркуловой, наш Зарина в очередной раз покажет высший пилотаж, теперь уже в качестве солистки группы Сэс энд Соу. Как же приятно, что Димаш заботится о своей бэк-вокалистке Зарини и вот так поддержал девушку. Мы поздравляем талантливую певицу с днём рождения и немного расскажем о её творчестве. Итак, благодаря вокальной поддержке большой команды, бэк-вокалистов, каждая песня Димаша звучит более эмоционально и душевно. Бэк-вокал помогает отразить весь спектр эмоций, который был заложен в музыкальную композицию изначально. Без него никакое исполнение не звучало бы так насыщенно и полноценно. Поэтому Димаш бесконечно ценит и дорожит своими бэк-вокалистами. Очаровательная Зарина Бажакова родилась 6 июня в городе Кустанай. С самых малых лет она была твёрдо уверена, что музыка именно то, с чем она хотела бы связать свою жизнь. Озвучив твёрдые намерения родителям, девочка поступила в детскую специализированную музыкальную школу города Кустанай, где проучилась 9 лет. После этого она продолжила обучение в колледже Казнуи по специальности теория музыки и окончила бакалавриат Казнуи по специальности музыковедения. В команде Димаша Зарина работала с октября 2019 года. Первое её выступление прошло на концерте в городе Сочи. Но даже спустя полгода с тех пор, как Зарина вступила в команду, она не могла в это поверить. А после каждого концерта, не в силах сдержать нахлынувших эмоций, плакала. Свой приход к Димашу Зарина считает настоящей судьбой. С 2018 по 2019 год девушка работала на телеканале «Казахстан». Там она познакомилась с музыкальным директором программы Булатом Жалдасовым. Мужчина сразу заметил и оценил способности вокалистки. И вот в судьбоносный 2019 год саунд-режиссёр Ерлан Бекчурин искал в команду Димаша бэк-вокалистов. Булат тут же предложил на эту роль кандидатуру Зарины. После этого Ерлан связался с вокалисткой и пригласил в команду. Не в силах поверить своему счастью, Зарина тут же приняла предложение. И они вместе с командой стали готовиться к концерту в Сочи. Я до сих пор благодарю судьбу за такой подарок. Также бесконечно благодарна Ерлану за его непосильный труд. Родителям Димаша за всё, что вложили в него. И самому Димашу за то, какой он есть. Однажды его фанатка написала мне, спросив, а какой Димаш в жизни. И я ответила, что он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала. Артист, рождённый для больших сцен. Достойный признания миллионов людей. Поделилась Зарина. Итак, друзья, поздравляем девушку с новым шагом в творческой жизни. Желаем исполнения всех желаний. И надеемся ещё раз увидеть её на концертах с Димашем. Друзья, всем большой рахмед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok